Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня собрались с таким достаточно большим составом, чтобы как раз поговорить на тему того, угрожают ли появление нейросетей и их широкое распространение в бизнесе рабочим местам, чьим рабочим местам они угрожают, если угрожают. И с нами сегодня на эту тему будут разговаривать Иван Самсонов, руководитель направления машинного обучения ВКонтакте. Вы уже видели его. Никита Бугров, руководитель направления инновации компании HeadHunter. Кто, как не HeadHunter, лучше всех знает, что происходит сейчас с рынком труда. Всеволод Грабельников, руководитель группы продуктовой архитектуры Data Platform Machine Learning и Яндекс.Клауда. И Полина Гришина, руководитель развития бизнеса GigaChat в Сбере. Сейчас я когда ролик смотрела, я подумала, что сегодня, наверное, одна из таких уникальных конференций, когда у нас очень часто звучит слово «страх». Боимся ли мы? Опасаемся ли мы? Нужно ли бояться? Есть ли эти опасения? Есть ли этот страх? И довольно часто и спикеры сегодня, и в роликах сегодня говорится о том, что нет, никакие технологии не заменяют людей. Искусственный интеллект людей не заменит. Он создаст новые профессии. Люди, использующие чат GPT, копилот, заменят тех людей, которые их не используют. На самом деле здесь мы, конечно, тоже немножечко лукавим. И если мы назад посмотрим на каждую из предыдущих стадий вот этого технологического прогресса и тем более технологических революций, то, конечно же, всегда появлялись профессии и всегда появлялись ситуации, когда технологии людей замещали. Вот про роботов был пример в ролике. И в производственном процессе производственные роботы, конечно же, привели к тому, что там, где раньше работало 80 человек, сейчас работает 8, а оставшиеся 72 были вынуждены заняться чем-то еще. То, что сейчас происходит с нейронками, с распространением GPT, копилота и вот этой технологии, имеет вот какое, на мой взгляд, принципиальное различие. На предыдущих этапах это были в основном такие рабочие профессии, производственные, какие-то такие очень-очень простые. Сейчас технология пришла в нашу такую бытовую офисную жизнь. Мы сегодня говорили про продажи, про маркетинг и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, это технология, то, что дает нам data science, machine learning. То есть вроде бы здесь должны появляться новые рабочие места, новые профессии. Вот давайте об этом, собственно, сейчас и поговорим. Ну, первый вопрос у нас к залу. Давайте руки попробуем поднять. Кто считает, что появление распространения нейронок в ближайшем будущем, в течение года-два, года-двух, резко сократит потребность в определенных сотрудниках? И если в вашей компании сейчас работает 100 человек, 20 из них вы сможете уволить. И онлайн, отвечайте в чате тогда тоже. Да нет, комментируйте. Есть ли такие, кто считает, что чат GPT заменит кого-то из ваших сотрудников? Один. На самом деле, может быть, мне плохо видно, но вижу, что это буквально единицы. Вы пока в это не верите. Давайте проверим эту концепцию с нашими уважаемыми спикерами. Сейчас давайте вопрос у меня ко всем. Хочу еще вопрос задать. Как вы думаете, кто из вас наймет людей, которые с нейронками будут работать чисто с ними в ближайшие два года? Это был наш другой вопрос. Об этом мы тоже обязательно сегодня поговорим. Но давайте начнем ровно с замены. Потому что мы начали опасения, страх, будет, не будет, продажи, маркетинг, поддержка, сервисы. Уважаемые коллеги, давайте с вас начнем. Как вы считаете, кого-то из вас лично сможет заменить нейронка? Не через год, может, через пять лет? Я оптимист, я не верю, потому что моя работа принимать решения в большой неопределенности. Пока хороших решений, и тем более в определенности, даже от человека не всегда можно получить и на чем-то обучить нейронку. От нейроночки вряд ли этого можно ждать. Как информация, да, работу моих аналитиков это изменит. Меня, надеюсь, пока я оптимист, не лишит работы. Итак, изменит работу аналитика, но не изменит и не заменит руководителя, чьи основная компетенция принятия решений в условиях неопределенности. Полин, а у вас какое мнение? Я работаю с партнерами, и моя работа, собственно, заключается в коммуникации и верной подаче, интерпретации информации. Поэтому, скорее всего, если кого-то из нас четверых заменит нейронка, то, наверное, меня в первую очередь. Но я все-таки верю, что не в ближайшее время, потому что все-таки за нейронкой всегда стоит человек, который, во-первых, дает ей задание правильное, а во-вторых, как и говорил Ваня и коллеги из Яндекса, несет ответственность за то, что нейронка, собственно, сделала. И в этом плане полную автоматизацию для нейросетей в ближайшем будущем я пока что не вижу. Да, Полин, спасибо. Давайте чуть-чуть развернем вопрос. Мы, конечно же, не говорим о том, что в какой-то момент мы включим кнопку, и работают только нейронки, и не работает никто из людей. Конечно, это будет в любом случае какая-то комбинация. Вас лично, кого из ваших сотрудников? Иван? Кого заменит? Вас заменит. Я думаю, что может заменить вот при каких условиях. Ну, типа, если мой босс сможет сказать, Ваня, тебе нужно сделать раз, два, три, четыре, пять вот с такими эффектами и вот там-то, тогда заменит, потому что нейронка точно понимает, какой запрос. Но умеем ли мы, как руководители, ставить такие запросы? Ну, мне сложно. Я обычно даю образ результата, и человек, которому я это дал, идет и делает. Нейронк не может помочь? Да. Заменить? Вряд ли. И если я научусь четко ставить, я заменю менеджеров, которые со мной работают. Это нормально. Да, отлично. Мы поговорим сегодня, кстати, еще о том, как должны меняться скиллы и компетенции руководителей тех людей, которые непосредственно работают с нейронками в повседневном режиме. Все, давайте вас послушаем. Да, ну, с некоторых пор я руковожу продуктом, и, наверное, в роли руководителя продукта меня нейронка не заменит. Но достаточно долгое время я был архитектором решений и занимался тем, что помогал пользователям облака использовать наши технологии. И вот там есть действительно огромное количество людей, которые не умеют читать документацию, не любят, и им проще задать вопрос тебе какой-нибудь телеграм-чат и дождаться, когда человек за них подумает. Ну, просто им лень, им в свое время тратить неохота, а чужое очень легко. И вот здесь я не говорю, что там кого-то уволят, но количество вот ответов на такие вопросы, которые может давать нейронка, мы, собственно, даже реализуем сейчас эту возможность, там, задать вопрос на естественном языке, и чтобы под нашей документацией там клиенту ответили вместе со ссылками. Вот эту задачу заменить можно, и, собственно, смежные задачи, когда в саппорт прилетает какой-то, ну, совершенно базовый вопрос, на который есть ответ документации, и вот этого, опять же, хотелось бы, ну, меньше, да, чтобы люди занимались более сложными задачами, типа, когда что-то не работает, работает не так, как должно. Вот, то есть здесь, как бы, я не говорю, что кого-то уволят, но скорее может так оказаться, что количество людей, которые заняты вот вокруг такого рода процессов, будет нужно меньше. Да, спасибо большое, коллеги. Если суммировать немножечко то, о чем вы сейчас говорите, нейронка не заменит человека там, где нужно принимать решения, нести ответственность, делать выбор. Хотелось бы, чтобы нейронка по максимуму заменила там, где это делать не нужно, выполнять простые какие-то операции и прочее, прочее, но я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что наши спикеры довольно аккуратно сейчас об этом говорят. То есть мы все равно с вами все находимся сейчас в этой зоне опасения, в которой нам нужно будет в какой-то момент делать выбор, заменять, не заменять. А вот могу ли я эту уже задачу полностью передать нейронке? Смогу ли я завтра совершенно четко сформулировать для нее бизнес-задание? Или нам пока хочется оставить на ней человека, чтобы он как-то сам вот из моего этого образа прекрасного сформулировал для себя задачу, а нейронка была бы ему помощником? Поэтому мы сейчас все-таки с вами более-менее вот в этой зоне ко-пилота, как основного сценария второго пилота, когда нейронка нам помогает, а не замечает наших сотрудников. И тем не менее давайте, знаете, про что поговорим? Поговорим про сроки. Чем дальше мы двигаемся, тем быстрее инновации дают вот эти свои результаты. Вот мы с Полиной перед дискуссией говорили, Полина спрашивала, вы в Битриксе уже давно используете? Я говорю, ну да, давно полгода. То есть сейчас полгода для такой технологии тоже давно. Как вы считаете, сколько у наших уважаемых слушателей, у нас самих есть время на то, чтобы ко-пилот GPT стал такой прям, ну как бы абсолютной комодити, и, соответственно, ну для того, чтобы мы за это время успели и людей обучить и прочее? Ну, мне кажется, его уже почти нету. Я вчера готовился к выступлению, читал свою почту, рассылки разные за последние пару недель. И в 90% рассылок есть AI и GNAI. Но самое интересное следующее. Буквально за предыдущие две или полторы даже недели несколько больших компаний, которые выпускают офисные тулы разные, объявили о том, что интегрируют GNAI помощников в свой софт. Майкрософт сказал, что они распространяют ко-пайлот, ну как бы глубоко его интегрируют в VIN 11, по-моему, и дают доступ, собственно, видимо, к индексированию файлов точно в облаке организации, наверное, на компьютере. И это значит, что в России вряд ли, но во всем мире за следующие два-три года, когда пройдет цикл обновления корпоративного софта, компании массово начнут из коробки получать ассистентов, которые будут им помогать управлять знанием. То же самое сделал Google, да, ну в смысле, похожий анонс сделал Google. Дальше, по-моему, был похожий анонс от Amazon. Но интереснее, что вот Bittrex использует полгода, целых полгода, и понятно, что большие корпорации, они чуть менее поворотливые продукты, сложнее, это занимает много времени, но продукты полегче, такие как Notion и Miro, которые родом из Перми, наверное, уже около полугода как раз, и как внедрили в GNI разные штуки, не обязательно там чат-чат-ботов, Мiro внедрил генерацию картинок по тексту, Notion там внедрил целый ряд фич, в том числе сформализацию текста в свои продукты. Это классно работает. Да, все, кто пользуется, все, кто ими пользуется, я думаю, уже потестил нахнулся. Поэтому, мне кажется, здесь уже начинается задача, неоррендичная задача дистрибьюции. Большие игроки достаточно хорошо понимают, как устроена их дистрибьюция, и я думаю, что распространение произойдет буквально за цикл обновления софта. За 2-3 года, да? За 2-3 года. Давайте тогда чуть-чуть вот эту тему развернем и подумаем, если мы считаем, что 2-3 года – это довольно короткий промежуток времени, если все-таки замены человека не будет происходить, значит, человеку нужно меняться самому, и нужно обретать какие-то новые скиллы, которые будут помогать получать максимум из вот этого соседства с технологией. Полин, давайте начнем сначала с тех людей, которые, собственно, создают эти модели, потому что встают, обучают, развивают. В Гигачате вы занимаетесь именно этим. Расскажите, каких вы сейчас людей ищете, какие компетенции на рынке есть, каких не хватает. Как вот с этой стороны как бы подойти? С точки зрения создания этих технологий. Да, очень хороший вопрос. Я как раз хотела дополнить комментарий о том, что в этом развитии использования технологий есть две траектории. Первая – это технологическая, и технология сейчас, очевидно, развивается гораздо быстрее, чем спрос на нее. У нас появляются все новые и новые функции, но мы не знаем, что из этой модели можно выжить. И, собственно, по чату GPT мы видим такую статистику. Очень ракетообразный взлет, и люди, воспринимая его как чат-бота, такого просто обычного чат-бота, начинают задавать разные вопросы, ну, такие, а-ля, какой сегодня день, или сколько времени. Ну, то есть, челленджить модель, и разочаровываясь в некоторых ответах, уходят от нее. Поэтому сейчас все-таки падает потребление с точки зрения пользователей, чата GPT, довольно-таки резко. Но все вот эти инвестиции, они как раз-таки вливаются компаниями, которые внедряют, которые разрабатывают, и которые двигают этот локомотив. С точки зрения разработки моделей, кого мы ищем? Во-первых, людей, которые помогают нам формировать данные, датасеты. Проблема вообще в разработке моделей – это, как и в мире, мусор, только мусор в данных. Если мы берем на вход грязные данные, то на выход мы получаем тоже мусор. Garbage in, garbage out. И, соответственно, мы уделяем большое внимание как раз-таки людям, помогающим составлять чистые датасеты, экспертные датасеты и, соответственно, вливающих их, эти знания, в модели. Наверное, это топ-1 компетенции, который нам нужен и необходим. Ну, Полина, спасибо большое. Давайте тогда перейдем, собственно, к пользователям. И здесь у нас в зале, и в онлайне в основном пользователи этих моделей, а не создатели. Коллеги, Иван, вы уже работаете активно с моделями и активно работаете с людьми, которые активно работают с моделями. Какие нужны скиллы, компетенции? Куда идти учиться? Чему переставать сейчас учиться? Учиться ли тому датасайенсу, который сейчас преподают, я не знаю, в вузах, на курсах, еще где-то? Или это уже совсем не про то? Давайте вот про это поговорим. Давайте разделять. Значит, смотрите, первый момент. Есть разный способ использования моделей. Значит, есть модели в виде API, и на самом деле не надо быть датасайентистом, чтобы ими воспользоваться. Достаточно понимать, что такое ключ, какой-нибудь JVT-токен. В общем, на это программисту надо минут 30-40. Но если вы не очень часто программируете, как я, то часа два надо будет. Но, тем не менее, дернуть модель, просунуть в нее, например, промт, получить результат, если говорить про языковую модель, либо взять голос и скормить его модели, получить распознавание этого голоса в виде текста, ну, не то чтобы rocket science. И здесь каких-то особенных знаний и датасайенс, там, тематикам можно вполне не быть. То есть, если мы говорим про вот такой пользовательский кейс, ну, когда есть готовая модель, и вы хотите ее использовать, то, в общем-то, ну, надо иметь там базовые навыки программирования, там, на питоне понимать, что такое REST, там, или GRPC. И это, в общем, достаточно стандартная задача. Значит, если мы говорим про создание моделей, то есть, вот вы хотите сделать модель, которая, ну, не знаю, GigaChat, там, Яндекс.ГПТ и так далее, там нужны совсем другие навыки. Действительно, там требуется сложное, там, долгое образование, желательно где-нибудь на Мехмате, или там, на МФТИ, там, и так далее. Вот, ну, там, практика датсайенса и так далее, и тому подобное. Вот, есть, как бы, разные профессии рядом, так называемые AI-тренеры, которые пишут тексты. Если интересно, вот, у нас прошла, там, наша конференция Яндекс.Кейл, там про это немножко было. Вот, но в целом, я бы вообще, мне кажется, вот, извините, что я так долго говорю, мне кажется, вообще вопрос, что нам нужно будет меньше людей, он, ну, как бы, не страшный. Потому что, если посмотреть на демографию нашей страны или ряда развивающихся стран, давайте, там перевернутая пирамида. То есть, грубо говоря, количество детей сильно меньше, чем количество людей, вот, там, в районе 30-40 лет. И, как бы, поколение тех, кому 20, мы говорим, там, привлекайте людей, там, нужную у них компетенцию какие-то искать. А, как бы, их сильно меньше, раза в два, чем нас, например, 30 плюс лет. И, как бы, если у нас получится, ну, меньшее количество людей обходиться, то это, может быть, и хорошо. Кстати, интересный, на самом деле, расклад. Я вот про это не думала, что есть в целом объективная задача получать такой же объем вот этого общественного блага меньшим составом в честь всей этой демографической истории. Может быть, действительно, это, ну, такой правильный, нормальный, ну, неправильный, но такой тренд, который мы, на самом деле, имеем. Все-таки мне хочется поговорить, Иван, давайте тогда вам адресую этот вопрос, про пользователей модели, про Data Science. Понятно, это определенные компетенции, собственно, тех людей, которые этому учатся. Понятно, что они с развитием технологий развиваются, но они изначально предполагали, что они будут этим заниматься, будут развиваться и так далее. А сейчас мы в работу обычных рядовых специалистов, поддержки маркетинга, продаж, программистов, которые еще вчера не занимались работой с нейронками, их вводим. Какие требования, да, предъявляются ли вы какие-то требования, я не знаю, на уровне вакансий, на уровне собеседований, на уровне работы с теми людьми, которые у вас уже работают? Вот что, есть ли здесь какие-то изменения? Я считаю, что самый главный человек, который делает для пользователя какие-то нейронки, это UX-инженер. Это чувак, который занимается интерфейсами. Буквально 4 года назад, я думаю, что ни один из вас, и даже я, не пользовался нейронками. Ровно потому, что это было очень сложно. Модель запусти, на сервер отдай, программисту задачу дай, что-то сделай, очень больно. Что сделали сейчас, год назад? Ты заходишь в Меджорни, набиваешь «хочу песика, который летит на вертолете», и он тебе картинку дает. Все, в одно касание. И очень важно при наборе ребят, и которые создают нейронки, и которые создают продукты на их основе, чтобы они понимали, а как пользователь будет этим пользоваться. Наша задача – причинить человеку добро через это машинное обучение. И именно поэтому в первую очередь важен UX и удобство пользования для вас. У вас в телефонах куча ассистентов, встроенных в айфонах, в андроидах, уже много лет. Кто из вас пользуется ими прям? Я пользуюсь. Я пользуюсь. Красава. Ты, наверное, единственный, может быть, пяток в моем окружении, кто этим пользуется, ты, видимо, прошел этот путь обучения, желание обучиться. Но должно это быть интуитивно. И компании, которые делают интуитивный интерфейс в использовании нейронок, вот они побеждают, вот они захватывают ваше внимание и приносят пользу. Слушай. А я хотела спросить, к вам приходили уже кандидаты, которые свои тестовые задания делали с помощью нейронок? Это является плюсом при выборе на работу? Или минусом? Однозначно это является плюсом. И даже я некоторые вакансии писал с помощью GPT-хи. Это абсолютно нормально. Ну, типа, если человек на любой профессии хочет это использовать, и не кичится, что он это сделал с помощью нейронки, а просто как common-технологию обычно использует в работе и в какой-то коммуникации, это круто. А вы мотивируете как-то своих сотрудников, чтобы они ее использовали как common-технологию? Вот я хочу все-таки к пользовательскому опыту вернуться. Не к созданию, не к обучению модели, а к пользовательскому опыту. Вы хотите, чтобы ваши сотрудники в повседневном режиме использовали? Там, для писем, для продаж, для маркетинга, для коммуникации, резюме составлять, резюме читать, еще что-то. Мотивируете как-то? Расскажите, у кого какой опыт, коллеги? Можно я про себя скажу? Не то, что я кого-то мотивирую, хотя, да, я руководитель там 10 человек с лишним. Тут мне важно скорее, чтобы задача была сделана, а как это уже, наверное, детали. Давайте простой пример. Когда я пришел в Яндекс больше пяти лет назад, я принес с собой привычку пользоваться Outlook'ом в качестве почтового клиента. И где-то через два года понял, что в интерфейсе Яндекс.Почты, уж простите за рекламу, есть кнопочка Tab, которая за меня продолжает текст. Вообще супер. Я после этого бросил Outlook, закрыл его, и больше никогда им не пользовался, потому что оказывается очень удобно, когда тебе кто-то что-то прислал, ты говоришь, пишешь первый пробел, ты говоришь, здравствуйте, привет, потом имя собеседника, и все. Меня вот это купило, и теперь я этим пользуюсь. Поэтому удобство побеждает, и, соответственно, эффективность. А я бы здесь немножко альтернативная от Ваниной позиция на то, кто главные люди. UX-еры очень важны, потому что если их не будет, то будут очень плохие продукты, которыми пользоваться неприятно. Но давайте вот у зала спросим, есть, например, ChatGPT, да, или какие-то большие другие языковые модели, есть ваш бизнес, да, вот что для вас главная проблема, да, которая разделяет вас от того, чтобы имплементировать ChatGPT в какие-то ваши бизнес-процессы. Можно, я думаю, выкрикивать просто из зала. Я думаю, что если мы будем выкрикивать, мы в онлайне не услышим. Да, поэтому я позволю себе предположить, что является основной проблемой, потому что у нас есть опыт как бы внедрения технологий в повседневную работу в Битриксе, и одна из основных проблем, я хочу, на самом деле, вас тоже послушать на эту тему, это вера людей в технологии с одной стороны и привычка использовать технологии в повседневном режиме, не задумываясь, как такое комодити с другой стороны. Вот. И, собственно, если мы говорим о задачах руководителя, о задачах продукта, о задачах вот такого инноватора, это одна из этих вещей, вот это adoption, то, что мы называем. Вот. Расскажите вот на эту тему, как вы думаете? Ну, и, собственно, все инновации, ChargerPT, Generative AI, это просто один из видов инноваций, они адаптируют следующим образом. Люди взвешивают две вещи, на таких условных весах. Первая вещь, которую они взвешивают, это то, насколько большую пользу я для себя получу, если что-то поменяю в том, как я сейчас живу, если я поменяю свои процессы бизнеса, например. А вторая вещь, которую они взвешивают, это то, насколько мне это геморройно сделать, насколько мне надо сильно попотеть, чтобы получить эту пользу. Ну, и если, собственно, польза превышает инвестиции значительные, то люди адаптируют инновации. И мне кажется, что главный скилл, то есть вот умные ребята, которые разрабатывают технологию, UXеры, они помогут сделать так, чтобы как бы зазор между пользой и ресурсом, который нужно инвестировать, он уменьшался, и он будет уменьшаться. Но дальше в бизнесе нужно сделать простые и сложные вещи одновременно. Нужно поменять свои процессы, бизнесовые, которые в, я думаю, многих компаниях, которые сейчас в нас слушают или в зале слушают, строились годами или десятилетиями. Поменять старые процессы очень тяжело. И мне кажется, что главные люди во всем этом, во всей этой суете, это те миддл-менеджеры в ваших компаниях, чьи сотрудники будут использовать технологии Generative AI. Потому что этим миддл-менеджерам на них ляжет все время внедрения таких технологий. Им нужно будет придумать, как их встроить в процессы. Им нужно будет эти процессы расписать, раскатать, сделать так, чтобы еще в бизнесе ничего не упало. И мне кажется, что главные люди вот эти ребята и главное их обучать, обучать тому, что называется change management, управление изменениями. Этому мало где учат, это мало кто проходил в своей жизни, мало кто умеет делать. Это какая-то базовая вещь. Из нее вытекает некоторый набор скиллов, таких как проблем с овы, критическое мышление, наверное, базовое понимание вообще того, что в этой черной коробке есть и как она работает, которые просто необходимы, чтобы управлять изменениями, которые произойдут и происходят. Да, коллеги, очень интересно. Смотрите, как мы вернулись из зоны. появилась новая технология, мы очень боимся, что она нас заменит, если не нас, то наших сотрудников, если не наших сотрудников, то сотрудников у коллег, и они нас бегом опередят в нашем бизнесе в зону того, что мы максимально консервативны, для того, чтобы технология что-то там нам помогла сделать и кого-то заменила, нам нужен еще целый процесс, нам нужны отдельные UXеры, нам нужен отдельный middle management, его нужно обучить отдельным софт-скиллам, которыми они везде учат. Вот, и мы находимся сейчас вот ровно вот в этой вот зоне, в которой те, кто быстро пройдет вот этот процесс адаптации, он получит максимальное преимущество, а те, кто в нем будут довольно долго в этом процессе адаптации, ну, будут, значит, либо как коммодити использовать, либо вообще догонять эту историю. Полина, у меня вот такой к вам вопрос. В гигачате вы пользуетесь гигачатом в повседневном режиме? Да. Как вы добиваетесь того, чтобы сотрудники к этому относились, ну, не просто вы их попросили, да, а к тому, что это хорошо, полезно, как вот этот вот гэп преодолевается? Очень просто. Мы действительно мотивируем, и у нас это выстроено на уровне HR, причем не только гигачат, не только модели, и в целом это хорошо, когда сотрудники компании пользуются продуктами этой компании. У нас, помимо моделей, много и других технологий, которые нужно опробовать, и мы на уровне HR создали такую компанию, поощрительную, давайте назовем, программу, в которой ведется такое некое соревнование между сотрудниками на использование тех или иных технологий. И по итогам каждого месяца, каждого квартала происходит награждение за активное использование, за активный фидбэк, потому что мы понимаем, что мы развиваемся тогда, когда сотрудники нами пользуются. Ну и использование гигачата, это просто весело на самом деле. Это интерактивно, это какой-то новый опыт взаимодействия с информацией, и несмотря на то, что бывает такое, что первые фии или что-нибудь до первой ошибки все, не даем ей шанса, но мы вот так мотивируем, как сказать, пряником, и это работает очень хорошо. Коллеги, вот очень хорошая развилка на самом деле, такая, ну не то чтобы неожиданная, но давайте немножко в ней еще понаходимся. Иван, давайте ваше мнение тоже на эту тему. Все-таки мы находимся в зоне чат GPT, там любая GPT-шка, модель заменит меня или моих сотрудников буквально через год, или да ну это очередная новая инновация, которую нам еще внедрять пряник и мотивировать, страха уже на самом деле никакого нет, и консерватизм он вот от этого страха удерживает. То есть вот где мы сейчас, в какой мы точке, какое у вас мнение? Мне кажется, мы в точке бодания с юристами и безопасниками. Вот, еще одна хорошая точка. До того, как мы заменим людей, мы сначала еще должны заменить юристов и безопасников на тех, которые готовы поработать с этими технологиями. Ну, хотя бы договориться с ними, уже будет неплохо. Я просто реально вижу очень много, как бы это правильно сказать, толерантности к ошибке. Ну, то есть, если я дал задание человеку и попросил сделать это с помощью чего-то нового, то я от него не жду, что он это сделает с тем же самым качеством в тот же самый срок. Я понимаю, что это будет, возможно, дольше, возможно, больнее, и я готов вкладывать время компании и время, то, которое отведено на задачу, в то, чтобы человек научился. Потому что, если я в это готов вкладывать, а соседний руководитель не готов вкладывать, то человеку, скорее всего, будет интересно оставаться у меня и развиваться. Да, однажды он идет, это абсолютно нормально, но то обучение, которое мы даем внутри компании и та свобода действий, она супер важна, особенно для тех ребят, которые потом будут очень быстро расти, потому что у них будут уже эти скиллы. Да, спасибо. Давайте я от себя скажу. Смотрите, может быть, у меня некоторая такая специфика в компании, где я работаю, но мы работаем в основном с бизнесом, то есть B2B. То есть мы строим продукты для какой-то автоматизации, вот облака и так далее, поэтому, вот скажем так, то, чем занимаюсь я, мы, в общем, не рассматриваем это в виде какого-то, ну не знаю, консюмерского интерфейса. Мы работаем с компаниями-разработчиками, МПО, IT-отделами, разработчиками, автоматизация колл-центров. И вот там, скорее, то есть мне не нужно мотивировать людей использовать ядных GPT, всех уже хотят автоматизировать разные рутинные задачи внутри своих продуктов. Ну, например, вот тоже распознавание речи. Оно произошло, вы получили из голоса текст, а дальше с этим текстом надо что-то делать. Если у вас сотни или тысячи звонков, ну, напрашивается простая идея, что оценить, там, вежлив ли был оператор, хамил, не хамил, следовал скрипту, и там миллион вопросов можно сделать. Вот это можно сделать при помощи языковой модели. Это конкретное применение, и, ну, мы его уже, собственно, начали внедрять. То есть, как бы, нет такого, что я людей заставляю, я не знаю, писать отзывы друг на друга в конце полугодового периода ревью при помощи GPT. У нас это, кстати, в Яндексе запрещено. Ну, вроде как. Никто не может проверить. Вот. Но, да. Вот. То есть, грубо говоря, все очень заинтересованы автоматизировать рутину. Если позволите еще одну такую ремарку, вот много лет назад я работал в одной компании на проектах Сбербанка, и, ну, не напрягайся, я не плохого не хочу сказать. Вот. И видел аудиторию, большую комнату, где сидели верификаторы. Это люди, которые проверяли документы по каким-то процессам. Не знаю по каким, но вот у них все время были перед глазами паспорта. И я вот посмотрел на это, шел по этому залу и видел людей, работа которых было смотреть на эти документы и, наверное, какие-то кнопки нажимать. Но для меня это был реально ад. То есть я вот посмотрел, что я бы не смог. Я бы вот, ну, реально, я бы лучше лесником там каким-то пошел работать за меньше деньги, только вот не сидеть 8 часов проверять чьи-то документы. Поэтому вот как бы все эти языковые модели, как бы модели там распознавания текстов, документов и так далее, они же по сути ну, как бы автоматизируют рутину. И если у нас это хорошо получится, то зачем мы будем пытаться этому противостоять? Автоматизируется рутина, и те люди, которые должны были 8 часов проверять документы, перестанут это делать, смогут заняться чем-то более интересным. Давайте на вот так на это смотреть. Да, хороший тоже, хороший комментарий. Тем не менее, вот все равно мы находимся пока вот в этой зоне. То есть мы вышли с вами на самом деле сейчас в своих рассуждениях из зоны страха, что кого-то кем-то заменят. Вот. И сейчас находимся либо в зоне оптимизации своей собственной деятельности, вот избегания рутины, очень такой удобный, комфортный, понятный для сотрудников, которые прошли вот этот этап отрицания. Либо по-прежнему в зоне мотивации начинаете использовать, и тогда, может быть, вы автоматизируете рутину, и будет вам проще, лучше и так далее. Слушай, а в зону страха можно вернуться? Можно вернуться в зону страхов. Я на днях очень прикольное исследование почитал от американской компании Galap. Да, они делали на американском рынке и про страхи. Значит, вот до пандемии средний уровень… Людям регулярно задают вопрос каждый год, насколько вы боитесь, что технологии вас делают ненужными, насколько вы боитесь, что она вас уволит. Ну и до пандемии, там где-то года до 20-го, до 21-го уровень был страха типа 13-17%. В какие-то годы чуть ниже, какие-то выше, он колебался так. И спросили в этом году, почти через год после того, как хайпанул GNI, и этот уровень резко вырос до 22%. И оказалось, следующее, что раньше то, что боятся, что их заменят, отвечали в основном на уровень 24% это синие воротнички, то есть люди с не очень большой зарплатой, скорее всего, без высшего образования, которые занимаются физическим трудом. И это был тоже очень устойчивый уровень 24%. И для них ничего не поменялось от появления генеративных моделей. А вот белые воротнички очень сильно напряглись. И если раньше 8% из них отвечало, что мы боимся, что нас заменят, то теперь отвечает 22%. И это люди обычно уже с высшим образованием, которые зарабатывают наверное не всегда сотни тысяч долларов в год, но какие-то большие десятки тысяч долларов в год в шатах это хорошая зарплата. И для меня это значит, что скорее всего у вас так же. И если еще не так, то будет так в ваших компаниях. И для меня это значит, чтобы не было лудизма, про который говорили сейчас несколько минут назад, когда мы уходили в ролики. Вот эта прослойка людей, которые имеют такие офисные клерки, назовем их так, в хорошем смысле, это люди с высшим образованием, они делают какую-то интеллектуальную работу, но эту интеллектуальную работу можно описать правилами. Вот чтобы был прогресс, эти люди, ну или надо все очень быстро сделать, если вы какие-то изменения делаете, это классика, или нужно, чтобы эти люди ощущали безопасность, потому что если они будут долго ощущать небезопасность, они с этим ощущением будут жить, то они будут блокировать все изменения, ну или там все изменения, которые не могут блокировать, они будут блокировать. Это сделать очень просто и часто сложно понять, что происходит какая-то дичь типа итальянской забастовки. Кажется, что мы находимся на такой предварительной стадии к тому, о чем ты говоришь. Американский рынок просто уже на ней находится, а мы на предыдущем. То есть мы думаем о том, как адаптировать эти технологии. Они уже думают, что делать с теми людьми, для которых этот адопшн произошел. И они уже начинают себе задавать какие-то вопросы, с чего мы и начали. Что вот это изменение, оно от синий к белым воротничкам как раз пришло. Я сейчас дам слово. Я вот хочу Никите еще один вопрос задать подряд. Headhunter, давайте на реальность посмотрим. Появляются ли в вакансиях требования использования нейронок? Появляются ли какие-то ограничения в вакансиях? Не пишите нам сопроводительное письмо нейронками. Вот на практике есть уже вот этот адопшн со стороны компании, запроса? Что вы видите? Я, честно скажу, я не смотрел на картину супер глубоко. Мы посмотрели на то, в скольких вакансиях активных в данном месяце есть упоминания чата GPT. Так. И все развивалось очень медленно в прошлом году. Сори. В этом году, в этом году, да. В этом году все развивалось очень медленно, а потом в мае так оп, и мы получили так там около полутора или 1700 вакансий, в которых упоминается сейчас GPT. Вот. И, ну, это был такой скачок. То есть я это интерпретирую, как, скорее всего, люди, которые являются наемными менеджерами или собственники бизнеса, сами разобрались. Вот к нам в офис периодически приезжают предприниматели, и я их тоже периодически кастдевлю спрошу. Вот кто использует чат GPT там в... пробовал использовать. Там в феврале, в марте уже там 70-80% предпринимателей отвечали, поднимали руку, используем. Вот мне кажется, они разобрались, люди, принимающие решения, дальше начали, ну, как бы, искать людей, которые, ну, какие-то процессы изменят, там, процессы копирайтинга, например. И дальше это, ну, развивается не так быстро, наверное, как бы многим хотелось. Сейчас мы видим в августе, в августе или в сентябре мы видели около 3600, по-моему, вакансий, которые упоминается чат GPT. То есть это достаточно, это немного. У нас на сервисе миллион сто тысяч, если не миллион двести тысяч вакансий. Но это, это прям ранние дни, и мне кажется, это пока энтузиасты, да. И вот продукты типа Bittrex, ну, распространение через Microsoft, SAP, ну, и SAP позволят просто, ну, сразу перескочить, качественный скачок сделать, да. Когда ты даже себе не будешь задавать вопрос, ты не будешь писать job description, что нужно знание, там, чат с GPT, это будет магией из коробки. Да, кажется, что мы еще раз подтверждаем тему, что мы находимся на точке очень ранней адаптации технологии, и те, кто сейчас в нее впрыгнет, будут иметь безусловное преимущество. Будут ли остальные догонять, или это будет действительно просто какой-то комодити, и в какой-то момент просто этим преимуществом перестанет быть, и нужно вот за этот кусочек успеть преимущество получить. Это, видимо, покажет время. Иван. Ребят, вы, как представители бизнеса, наверняка знаете, что рынок никогда не стоит на месте и трясет постоянно. Ну, стоп, Ротс. Если посмотрим на историю, то мы увидим, что буквально сто лет назад музыкант, он был, точно обеспечил свою семью, он нужен на любом празднике. От день рождения до похорон. Сейчас музыкант – это либо чувак, который занимается, для себя играет на пианинке дома, или на другом инструменте, либо это суперпрофессионал, который этим и зарабатывает. Может ли быть так, что маркетологи в будущем будут людьми, которые просто либо для хобби этим занимаются, или суперпрофессионально, а между ними будут какие-то нейронки, или другие люди, которые, как в музыкальной сфере, делают биты, делают музыкальное оборудование, делают колонки и все остальное. Рынок изменится. Люди останутся. Они просто займут другие места и перераспределятся на этом рынке. Это норм. Просто вот про страх ты абсолютно прав, прям максимально. Просто нужно понимать, что рынок, он изменится, места останутся. Придумаются новые. Вы же их и придумаете эти места. Вы в самом начале сказали, что, скорее всего, не будете увольнять, но будете нанимать тех, кто работает с нейронками. Вы же сами эти места и создадите, подстраиваясь под новую реальность. Слушай, обычно это только занимает время, чтобы новые места возникли. То есть как бы социум выиграет конкретные люди, и мы понимаем, какой это профиль. Это такой офисный коллег с высшим образованием, они конкретно проиграют. И мне здесь кажется важным, то есть если у кого-то есть какая-то социальная повестка, прости господи, в бизнесе, людям, которые понимают, что их работа станет не нужна. У меня сейчас, я знаю, пять копирайтеров, мне нужен будет один, но с чатом GPT. Вот этим четырем, если вы хотите оставить, если это классные ребята, которые умеют наносить пользу вашему бизнесу, просто они теперь нужны в какой-то другой части этого бизнеса, помочь переобучиться. Потому что я не знаю, ну то есть я вот практически аспирантуру закончил. Это процесс обучения, это очень больно и дорого. К сожалению, не все люди могут себе этот процесс оплатить, купить себе время, потратить там полгода, год, два года на то, чтобы переобучиться. К сожалению, не все люди могут заплатить за то обучение, которое нужно купить. А часто его нужно купить. Да, совершенно верно. Давайте, Полин, слово дам и будем закругляться. Я хотела сказать, что с другой стороны, тех, кого заменили уже где-то другими людьми или технологиями, не буду делать отсылок к интернету, это было уже очень давно, но все равно производство автоматизируется и высвобождается какие-то кадры. И модели, и умение с ними обращаться дает человеку новую возможность. То есть он может освоить какую-то новую профессию, иметь вторую пару рук, копайлота, которая поможет ему переориентироваться. Поэтому даже если заменят, то дадут инструменты для того, чтобы найти себя где-то еще. Спасибо, коллеги. Сейчас перед последним… Да, давайте еще раз и последний вопрос. Я вот пользуюсь, так сказать, шуткой. Знаете, старая история, что когда сосед теряет работу, это кризис, а когда работу теряешь ты, это нецензурное слово. Поэтому мы сидим тут все обсуждаем так хорошо, потому что это нас вроде как не касается. Касалось бы, было по-другому. Наверное, я тоже хотела на самом деле об этом сказать, что мы сегодня в течение вот этого времени нашей дискуссии обсуждаем, что риски, безусловно, есть. И когда мы там несколько раз покрутились, мы все равно вернулись в зону вот этого некого опасения, что кого-то совершенно точно заменят. Кажется сейчас, что не нас лично, а каких-то абстрактных копирайтеров, но заменят совершенно точно. Кажется, что чтобы не заменили, нужны определенные новые скиллы. И они у нас как в хардскиллах, так и в софтскиллах базируются. То есть вот об этом тоже мы сегодня довольно много говорили. Кажется, что будут создаваться новые, если не профессии, то рабочие места или новые варианты профессий, которые будут учитывать вот эту реалию с нейронками, с использованием чата GPT. И у людей появится такой помощник, копилот, но мы не прекратим работать с людьми. Кажется, с другой стороны, что есть социальная повестка в организациях, что об этом нужно подумать сегодня, что все-таки с этими тремя копирайтерами что-то будет надо делать. И сейчас вот в этой зоне, с одной стороны, неизвестности, с другой стороны, адаптации, а с третьей стороны, совершенно понятного появления новой технологии. Мы с вами все и находимся. На этом хочу вам задать последний вопрос, на который просьба ответить коротко, да или нет. Начинали мы сегодня со стейтмента день, что людей заменит не копилот, а люди, работающие с копилотом, заменят тех, кто с ним не работает. Согласны ли вы на сегодня с этим стейтментом? Да. Да. Конечно. Да. На этой оптимистической единогласной ноте спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!